В 1995 году преподобный Мунт совершил тур по Южной Америке, где он встречался с главами восьми государств. Он прямо говорил им о том, какие надежды Бог возлагает на этот большой континент и каким видит его в будущем. В начале 1996 года истинные родители вернулись в Южную Америку, чтобы способствовать там ходу проведения. От Хардима до Вашингтона. Обзор Божьего проведения в январе-апреле 1996 года. В 15 веке христианство достигло Южной Америки. С тех пор Южная Америка находилась под влиянием римской католической церкви. В последние годы коммунизм и диктаторские режимы вызвали на континенте политическую нестабильность и упадок. Развитие Южной Америки в основном начиналось и происходило в прибрежных районах, в то время как внутри она оставалась нетронутой. Тем не менее, именно эта часть изобилует природными ресурсами. Главным водным источником является река Парагвай, длиной 2000 миль, которая течет с севера на юг. Свои планы отец связывает с этой рекой. Река Парагвай впадает в Рио-де-Ла-Плата, которая впадает в море между Буэнос-Айресом и Монтовидио. Истинные родители посетили эти края и побывали на рыбалке во многих местах, расположенных вдоль этой реки, среди которых Сальто, Криентес и Асунсион. Река начинается в Бразилии, неподалеку от фермы «Новая надежда». Южная Америка может стать новым Эдемским садом. Отец часто рассказывал нам, что он рос в окружении природы. Птицы, деревья, растения, рыбы и насекомые были его учителями. И он с интересом исследовал все. Проведя юность на природе, много взял для себя. Работа на фермах поможет молодежи из разных стран мира воспитывать свое сердце в чистом общении с природой. С этой точки зрения, такой сельскохозяйственный район смог бы стать местом для воспитания молодежи всего мира. 3 февраля отец пригласил на ферму «Новая надежда» 400 высокопоставленных представителей из мотокроссу «Гусуль». Он предложил организовать кооператив на площади радиусом 400 километров вокруг фермы «Новая надежда». По территории это больше, чем Южная Корея. Отец приобретет технологии, призовет экспертов, результаты пойдут на общее благо. Запасы продуктов — на помощь голодающей молодежи мира. Отец также хочет поднять уровень системы здравоохранения и народного образования для семей-рабочих. Примерно в 60 милях к северу от фермы «Новая надежда» расположена Фазенда-де-Вера-Фарм. В этой местности вода в водопадах и реках самая чистая на всем континенте. Именно здесь отец планирует построить образцовую деревню, объединяющую все культуры мира. Это край с легким климатом, умиротворенной природой, где рыба не боится сетей. Латиноамериканцы обожают футбол. Он их национальная гордость. Любой заинтересуется, услышав, что у преподобного Муна лучшая футбольная команда в Корее. Три года подряд команда «Лихва» была чемпионом в Южной Корее. 10 февраля они выиграли у команды «Сантос», лучшей в Южной Америке. До недавнего времени латиноамериканцы свысока смотрели на другие команды мира, поэтому победа «Лихва» для них была большим ударом. После игры команда «Лихва» выразила свою благодарность истинным родителям. 24 февраля наши истинные родители впервые праздновали свой день рождения в Южной Америке. Все члены семьи истинных родителей присоединились к ним здесь, в Южноамериканском главном офисе в Сан-Паулу. Позднее 3000 членов собрались в главной капелле, чтобы услышать речь Отца. Он провозгласил фактическое начало второго сорокалетнего пути, эры восстановления царского достоинства, эры проведения на уровне Вселенной, когда все люди смогут непосредственно услышать и понять Божественный принцип, и проводником их будет совесть. Отец был инициатором проведения конференции Федерации университетов за мир во всем мире. Президенты и деканы университетов всех стран Южной и Северной Америки собрались, чтобы прослушать курс лекций по Божественному принципу. Вначале отец планировал пригласить 120 человек, но заявки на участие в семинаре подали более 270 человек. 80% из них впервые приехали на подобное мероприятие. Отец поразил всех, когда спустился с трибуны и обратился к сердцу каждого. Он призвал участников разработать программы для воспитания молодежи и жителей удаленных сельских районов, чтобы создать основания для развития в следующем тысячелетии неурбанистической культуры. Конференция состоялась принадлежавшим истинным родителям отеля «Виктория Плаза» в Монте-Видео. В декабре 1995 года он служил местом экуменической встречи католиков и протестантов, а в январе 1996 в нем проходил съезд Совета встреч на высшем уровне за мир во всем мире. С начала февраля отель был местом проведения ряда больших конференций духовенства. До прошлого года повестка дня этих конференций была самой разнообразной, однако сейчас они полностью посвящены изучению Божественного Принципа. На первом семинаре присутствовало 740 священников. У нас впервые была такая широкая аудитория. Интересно, что истинные родители начали с баптистов, но вскоре многие другие конфессии попросили включить их в список участников. Более 60 деноминаций направили своих представителей духовенства на 4 конференции, на которых в общей сложности побывали 4000 человек. После первого семинара 23 участника пришли в главный офис церкви в Сан-Пауло, чтобы выразить свою благодарность. Они называли главный офис своей церковью, а отца — истинным отцом. Пробав несколько месяцев в Южной Америке, отец вернулся в Северную Америку. 16 апреля он выступил с обращением к более чем 3000 человек, собравшимся на церемонию вручения наград за служение нации, организованной фондом «Вашингтон Таймс». Прямую трансляцию этого события по сети кабельного телевидения «Сиспен» смотрели 40 миллионов семей Америки. Генерал Хейк сказал, он является ведущей силой, направляющей межконфессиональный религиозный диалог и взаимопонимание ради мира и стабильности во всем мире. Сегодня вечером преподобный Мун обратится к вам с очень важной речью. Я попрошу вас встать и поприветствовать сегодняшнего выступающего преподобный Мун и его дочь преподобный Инджин Мун. Благословение брачных союзов, привязывая супружеские пары к изначально родословной от истинных родителей, несет спасение всему человечеству. Люди станут истинными как личности, приобщающиеся к истинной любви, истинной жизни и истинной родословной Бога. В первую очередь Мессия строит истинную семью, основывая таким образом Царство Небесное на земле. Господь Второго Пришествия, явившись воплоти, начинает новое родословие посредством международных святых бракосочетаний. Я приглашаю всех вас принять участие в этой радостной церемонии благословения супружеского союза. Уважаемые высокие гости, я хочу еще раз выразить вам свою глубочайшую признательность за то, что сегодня вечером вы пришли сюда на празднование открытия Фонда Вашингтон Таймс. Я искренне поздравляю тех, кто был удостоен чести стать первым обладателем награды заслужения нации Фонда Вашингтон Таймс. Большое спасибо. Мы знаем, что если Отец не выступает с обращениями к мировым лидерам, Он все равно не отдыхает. Каждый миг своей жизни Он посвящает любви и возрождению Божьих детей, живущих во всех уголках мира. Несмотря на то, что истинные родители достигли очень многого в своей жизни, они не могут отдыхать, пока хоть одно Дитя Божье продолжает страдать. Земля здесь прекрасна, однако жизненные условия нелегкие. Истинные родители до сих пор ездят в старом грузовике времен мировой войны, в условиях постоянной жары и повышенной влажности, одолеваемые москитами и другими насекомыми. Мы называли отчаянными ранних последователей, тех, кто был с отцом в Пусане, где он начинал свой жертвенный путь искупления. И снова наши истинные родители платят искупление за восстановление. И своей родительской любовью стремятся охватить всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok